Добрый день! Я продолжаю вас знакомить с возможностями пакета интерактивной геометрии для неэвклидовой построений. Сегодня мы посмотрим это второе видео в цикле и мы посмотрим, как наиболее эффективно использовать имеющиеся возможности программы. Как всегда начнем с новой фигуры. В новой фигуре у нас изначально заданы только бесконечность и действительная прямая, два цикла. Все остальное мы будем строить сами. В качестве учебного упражнения возьмем теорему о высотах треугольника. Три высоты треугольника пересекаются в одной точке. Значит мы хотим задать треугольник. Можно задать его через его вершины. Как обычно мы можем нажать левую кнопку мыши на какие-то места экрана и будут созданы три точки А, Б, С. Вершины треугольника. Следующее мы хотим создать стороны этого треугольника. В принципе после первого видео уже понятно как это сделать. Нюанс в том, что если мы продолжим построение, следующие циклы, которые здесь появятся, а я напомню, что все геометрические объекты на нашей картине являются циклами, будет назван следующей буквой латинского алфавита А, Б, С, то есть Д. А мы бы хотели бы по своей существующей традиции, что это была бы сторона А, маленькая латинская буква. Вот для этого у нас есть тут устройство, которое генерирует метки следующих циклов. И мы можем настроить их так, чтобы они создавали метки согласно нашим пожеланиям. В принципе можно выбрать вручную и назначать каждый цикл так, как мы хотим. Ну или можно автоматически. Мы начнем опять с буковки А, поэтому надо не забыть нажать то, что счетчик должен быть обнулен. И выбрать тип нумерации, который мы хотим использовать. До этого использовались римские заглавные, теперь будут римские строчные. В принципе еще есть греческие, и счетчик может быть численный. Но тут мы не просто получим цифры 1, 2, 3. Мы их можем использовать внутри меток индексированных. Так вот, А1, А2, А3. Мы сейчас вернемся к этому вопросу, как это делается. Но вот пока такая нумерация нам должна помочь. Ну, также я хочу изменить тип прорисовки вновь построенных циклов, для того, чтобы они, стороны треугольника, выглядели отдельным цветом. Я выбираю синий цвет. Я не забываю нажать вот эту вот кнопочку, чтобы все вновь появляющиеся циклы были прорисованы именно таким способом. Про два других параметра я скажу позже. Ну, и теперь мы добавляем сторону А нашего треугольника, которая проходит через точку В и через точку С. И, конечно, она проходит через бесконечность, как прямая. Вот у нас появилась прямая А с заданными свойствами. Теперь мы строим прямую В. Соответственно, она проходит через А и С. И бесконечность. Отношения можно выбирать как к циклам, как на графическом чертеже, так и на символическом представлении нашего чертежа. Так, три отношения созданы, которые нам требуются. Вот сторона В. И добавляем сторону С. Третью сторону треугольника. Треугольник создан. Теперь мы хотим провести в нем высоты. Опять мы меняем тип, как будут выглядеть наши метки. Теперь это будут высоты, опущенные на соответствующие стороны. Мы не забываем перезапустить счетчик. И вид будет H. И этот почерк, который я здесь поставил, он нужен для того, чтобы у нас появлялись индексы соответствующих сторон. То есть, значение счетчика, оно будет заменять вот эту собаку. И у нас будет выглядеть так, H-A, H-B, H-C, как высоты, опущенные на соответствующие стороны. И также мы хотим поменять стиль наших прорисовки этих циклов. Для этого мы выберем зелененький цвет. И так как высоты более вспомогательный объект, вместо сплошной линии мы выберем пунктир. Это опять стиль, который будет назначен для всех вновь прорисованных циклов. Ну что ж, мы хотим опустить высоту из точки А на сторону А. Для этого наша высота должна быть ортогональна вершине, ортогональна стороне и ортогональна бесконечности. Смотрим. Да, действительно высота. Высота B. Опять проводим. Ну и, наконец, высота C. Только два отношения пока задал. Третье отношение. Вот высота C. Ну, нам кажется, можем немножко приблизить. Нам кажется, что здесь действительно пересечение в одной точке. Но мы можем это проверить. Давайте найдем точку пересечения А и Б. Высоты на стороны А и Б. Это обычно обозначается как О. Ну, в данном случае, наверное, удобно будет просто вручную назвать эту точку. Ну, и стиль прорисовки мы отменяем. Мы хотим, чтобы это была просто точечка, нарисованная черным символом. Ну, или можно в красном попробовать. Почему нет? Пусть это будет вот такой насыщенный красный для точки О. Так, высота B, высота A. И для того, чтобы это была точка, этот цикл должен быть ортогонален самому себе. Опять три условия ортогональности. Достаточно, чтобы задать точку. Так как мы попросили ручное наименование циклов, мы сами даем ему имя О. Вот она появилась, эта точка. Как же теперь проверить нашу теорему? Как проверить, что точка О принадлежит третьей высоте? Ну, мы можем это проверить, как обычно. Для этой строки мы можем выбрать отношение, что цикл О должен быть ортогонален высоте на сторону С. Hc. Как видим, эта проверка пройдена. Мы действительно имеем верное отношение. Ну, чтобы не было никаких подозрений в мошенничестве, давайте проверим, может быть, точка О ортогонально чем угодно. Может быть, она даже ортогонально действительно прямой. Ведем проверить сильную прямую. А, нет. Для ортогональной, для действительной прямой ортогональной сложно. То есть точка О не лежит на действительной прямой. Хорошо. Можно поперемещать немножко наши вершины треугольника. Треугольник меняется. Отношение ортогональности сохраняется. Если мы меняем геометрию нашего треугольника, по-прежнему высоты проходят через одну точку. Кстати, проверку можно сделать и по-другому. Можно, например, проверить, что высота, опущенная на сторону С, находится в пучке. То есть является линейной комбинацией двух других высот. Это условие эквивалентно прохождению через одну точку. Ну, давайте посмотрим. Пусть это будет пучок, заданный высотой H. Пробел можно добавлять. Здесь можно не добавлять. Для удобства. Без разницы. Ну, у нас получилось почти верно. Дело в том, что у нас тут есть некоторая ошибка округления десятичного при вычислениях. Так что мы вот имеем некоторые неопределенности, связанные с этим. Мы проверили немножко, по-экспе, игралися с теоремой о высоте треугольника в Евклидовой геометрии. Как обстоят дела в геометрии Лобачевского. Для этого мы можем построить соответствующую фигуру, используя прямые в геометрии Лобачевского, которые являются дугами окружности, перпендикулярных к действительной прямой. Это можно сделать на нашем чертеже. К сожалению, не к сожалению, но это такое свойство. Прямые ABC, которые у нас здесь заданы, они заданы через ортогональность к бесконечности. И параметры бесконечности мы поменять не можем. Но мы можем сделать такой небольшой трюк. Есть у нас страничка с преобразованиями, меню с преобразованиями фигуры. И тут играют важную роль дробнолинейные преобразования или преобразования Мебюса для нашей геометрии, которые мы потом сделаем. А в принципе, почему бы нам не сделать их прямо сейчас. Давайте мы сделаем инверсию нашего рисунка в единичной окружности. Для этого мы сделаем преобразование Мебюса с параметрами матрицы 0, минус 1, 1, 0. Это задает инверсию в единичной окружности. Мы хотим тут преобразованием фигур, в общем-то, надо посвятить отдельное видео. На данном этапе мы, пожалуй, просто ограничимся введением этих параметров и поговорим о преобразованиях фигур более подробно в другой раз. Так, у нас сделано преобразование. Мы должны тут разобраться, что происходит. Что произошло на нашем рисунке? Для нашей фигуры после инверсии бесконечность перешла, естественно, в начало координат. Если мы сделали инверсию в единичной окружности, бесконечность, вот образ бесконечности появился. И, соответственно, преобразованные координаты точек А, В, С. Мы... Где у нас точка В? Тут у нас точка В. Давайте немножко сдвинем так, чтобы треугольник был более ярко выражен. Ну, вот мы получили конформную версию. Можно немножко сдвинуть чертеж, чтобы было более понятно, что у нас произошло. Мы получили конформную версию нашего треугольника. Вот три точки А, В, С. Стороны теперь у нас прямые определяются тем свойством, что это окружности, проходящие через начало координат. Тем не менее, по-прежнему высоты, которые ортогональны... Вот мы видим, что высота здесь ортогональна, высота здесь ортогональна, и высота здесь ортогональна к стороне. По-прежнему свойство ортоцентра треугольника сохранено, и это неудивительно, потому что инверсия является конформным преобразованием, оно сохраняет прямые углы. Все, что у нас было построено, все было построено на отношении ортогональности. Соответственно, мы получили то, что три такие окружности пересекаются в одной точке. А давайте посмотрим, что происходит в других геометриях Келли-Клейна. Ну, мы давайте вернемся к обычной ситуации. Для этого мы поменяем параметры вот этой вот скопированной бесконечности на обычные. Инверсия в единичной окружности, в общем-то, просто меняет параметр К и М для бесконечности. Вот мы получили опять прежнюю картинку. Теперь мы можем поменять начертания сторон треугольника и вершин с эллиптического случая на гиперболический. И теперь мы можем изменить понятие ортогональности. Пока еще ортогональность по-прежнему обозначает то же самое в эллиптическом смысле. Но, как вы видите, точка О превратилась в гиперболу, потому что она была ортогональна себе в эллиптическом смысле. А чтобы сделать все осмысленным, нам надо вернуться к гиперболической метрике между циклами. Ну, тут опять мы видим наш треугольник А, Б, С. Опять видим пересечение и видим, что теорема об ортоцентре по-прежнему остается верной. При этом ортогональность, вот если мы посмотрим, здесь ортогональность сторон и вершин, она уже имеет другой характер. Вот эта высота, вот она ортогональна вот этой стороне. И ортогональность выражается в том, что они образуют равные углы с горизонтальным и вертикальным направлением. Эти два отрезка это понятие гиперболической ортогональности в геометрии Келликлейна. Вернемся к эллиптической ситуации. И посмотрим, как обстоят дела в геометрии Лобачевского. Для этого мы заменим евклидовые прямые на прямые в геометрии Лобачевского. То есть, вместо того, чтобы быть ортогональным бесконечности, они должны быть ортогональной горизонтальной прямой. Горизонтальная прямая, как действительная прямая, это имеет только ненулевой коэффициент L. Вот мы видим здесь, что у нас новая... А, нет, L, N. Изменить. Вот мы видим, что то, что у нас играет роль бесконечности, это на самом деле то же самое, что действительная прямая. Да, вот теперь у нас появились прямые, которые ортогональны, действительной прямой. Это окружность, дуги окружности, которые ортогональны, действительной прямой. Мы имеем здесь по-прежнему высоты. Мы видим здесь ортогональность в смысле обычном. Здесь прямой угол, здесь прямой угол. И по-прежнему мы можем видеть, что наша теорема о высотах остается верной, если мы правильно интерпретируем наши результаты. Вот обратите внимание, сейчас высоты не пересекаются, точка O не определена, это условие не проверяется, но условие про нахождение в пучке, оно по-прежнему верно. То есть в этом смысле теорема в бортоцентре остается верной, даже если нету точки пересечения. На самом деле, если мы допустили бы мнимые коэффициенты, то теорема, точка O появилась бы как пересечение. В этом случае, когда она появляется, мы видим, что вот такой вот треугольничек, состоящий из прямых геометрии Лобачевского, соответствующие высоты в геометрии Лобачевского, здесь тоже ортогональны, и они по-прежнему пересекаются в одной точке. Так что вот эта теорема о ортоцентре, она исключительно тем, что вся построение основана только на отношении ортогональности между циклами, конечно, очень делает ее подходящей для нашей геометрии, но возникает очень много вариаций. Возникают геометрии Келиклейна, евклидовая геометрия, геометрия Лобачевского, и везде с этой теоремой можно поиграться, посмотреть, во что она превращается, насколько она остается верной. Точно так же можно поиграться, посмотреть, насколько остаются верными другие теоремы евклидовой геометрии, школьного курса. И, в общем-то, там нас ждет, наверное, много интересных и приятных открытий. Еще раз напомню, как получить программу и начать ею пользоваться. Значит, если мы перейдем по указанному адресу на домашнюю страницу нашего проекта, тогда файлы для загрузки находятся в разделе «Файлс». Двоичные откомпилированные коды в этой папочке. И тут у нас есть исполняемые файлы для Windows, Macintosh, общего Linux. Ну, или если вы сделали правильный выбор и пользуетесь либо Debian, либо Ubuntu, то вы можете для последних версий этих операционных систем загрузить оптимизированные исполнения, используя стандартный менеджер пакетов для этих систем. Ну, желаю вам приятно проводить время, изучая неевклидовую геометрию, изучая геометрии Келли Клейна.